Когда русские ввели войска, они сказали, что проведут демилитаризацию Украины. Но знаете, чем они сейчас занимаются? Демилитаризацией НАТО. Похоже на то, сколько мы уже туда оружия отправили. Некоторые западные страны уже практически охусташили свои арсеналы. У них не осталось никакой защиты. И мы тоже, наша оборона и так не справляется. А мы все равно шлем Украине технику. А это, считай, путинская мечта. Не может же быть такого, чтобы НАТО, Прибалтика и даже мы просчитались. Наоборот, похоже, так и есть. А все из-за уверенности, что НАТО уж точно сильнее России. А я считаю, что НАТО бумажный тигр. И не только потому, что ей не достает военной мощи. Потому что она сама отправила Украине массу оружия и благополучно его лишилась. Кстати, у русских довольно скромные потери. Наши СМИ их всячески раздувают, но это неправдоподобно. В общем и целом, они скорее не бредимы. Их стратегия заключалась как раз в том, чтобы сберечь побольше солдат и уничтожить противника издалека. И я уже говорил, что о большем Путин и мечтать не может. Такими темпами он обезоружит всю НАТО в Европе. Крупнейшая армия в Европе у Турции. А турки не горят желанием воевать против русских. Поэтому на них рассчитывать нельзя. Получается расчет на Соединенные Штаты? Да, Соединенные Штаты. Но Запад сам обескроил свой ВПК. Пройдут годы, прежде чем мы пополним утраченную технику и оружие. Продолжение следует...